Псалом 13 с объяснением. Безумие нечестивцев. Псалом 13. Обетование избавления избранных. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся все, делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа? Тому боятся они страха, где нет страха, ибо Бог вроде праведных. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его. Кто отдаст Сиона спасение Израилю, когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Яков и возвеселится Израиль. В этом видео мы исследуем актуальность Псалма 13 для современных людей, следуя истории Давида, который никогда не теряет надежды на спасение и верит, что Господь с праведниками. Поразмышляйте о греховности и Божьей помощи, пока мы углубляемся в мощное послание этого Псалма. Не забудьте подписаться, чтобы получить более глубокий контент. Псалм 13. Комментарий. Краткое содержание. 1 стих. «Саул и его сподвижники настолько развратились, что Господь среди них не находит ни одного, делающего добро». Стих 4. «Неужели нечистивцы не вразумятся? Господь покарает за смех над верой праведника». Псалм 13, известный также как Псалм 14 в некоторых переводах, окутан ореолом тайны, касающейся его происхождения и точного предназначения. С одной стороны, существует мнение, что его написал царь Давид во время преследования Саулом, когда тот пытался его убить. С другой стороны, есть те, кто связывают этот Псалм с восстанием Авессалома, сына Давида. Однако обе точки зрения основаны лишь на предположениях и не имеют убедительных исторических подтверждений. Поэтому мы можем рассматривать Псалм 13 как описание универсального состояния человечества, которое одинаково актуально для всех людей и во все времена. Апостол Павел в своих посланиях Римлянах 3.10 и далее использовал фрагменты этого Псалма, чтобы подчеркнуть, что как иудеи, так и язычники равны пред Богом своей греховности. В этом контексте Псалм 13 раскрывает глубину человеческого падения и отсутствие праведности в мире. Он говорит о внутренней порочности, заложенной в каждом человеке с момента его рождения. Эта внутренняя склонность к греху проявляется у нас во всех, независимо от национальности, культуры или религиозной принадлежности. Псалм 13 для современного человека. В Псалме 13 мы видим печальную картину человеческого состояния, которая описывается как «весь мир лежит во зле». Это 1 Иоанна 5.19. Этот Псалм не просто фиксирует факт греховности, но и указывает на то, что она является реальностью, которая влияет на каждую сферу жизни человека. Однако, с другой стороны, Псалм 13 не ограничивается только описанием человеческой порочности. Впрочем, он также является проявлением глубокой веры и надежды. Несмотря на откровенную картину греха, в Псалме есть отрывки, которые говорят о спасении через Христа. Это свидетельствует, что Псалм не отбрасывает человека в безнадежность, а, напротив, указывает на путь к искуплению и жизни в Боге. Важно отметить, что даже если Псалм не связан с конкретными историческими событиями, в нем присутствуют фрагменты, которые относятся лично к Давиду. Это указывает на то, что Псалм в себе сочетает как универсальные идеи, так и личные переживания автора. В целом, Псалм 13 является глубоким и многогранным произведением, которое, с одной стороны, отражает трагическую реальность человеческого греха, а с другой – несет свет надежды на искупление и спасение. Но он показывает нам, что мы не одиноки в своей борьбе с грехом. Кроме того, есть Бог, который может нас избавить от Него. Актуальность Псалма для современного человека Псалм 13 является одним из самых пронзительных и актуальных произведений библейской поэзии. Он отражает глубокую боль и разочарование царя Давида, столкнувшегося с несправедливостью и коварством окружающего мира. В этом Псалме, впрочем, Давид не просто жалуется на своих личных врагов, преследующих его с неистовой злобой. Он выходит за рамки личной трагедии и обращает свой взор на глубоко укоренившиеся пороки человеческой природы. В Псалме 13 Давид словно зеркалом отражает общечеловеческую проблему греховности. Затрагивая тему, стоит отметить, актуальную во все времена. В Псалме Давид наблюдает за потоками зла, которые, как он отмечает, ведут к единственному источнику – порочности человеческого сердца. Он видит, что не только его враги, но и все сыны человеческие являются частью этого общего потока греха. В своих стихах Давид рисует картину мира, где правят эгоизм, лицемерие и безнравственность. Он с горечью замечает, что нет праведного, нет ни одного, кто бы разумел. Эта фраза полна трагической печали, отражает глубокую рану, нанесенную Давиду греховностью человечества. Вера Давида в спасение. Исследование Псалма. Надежда на спасение и вера, что Господь с праведными. Псалм 13 разделен на четкие логические части, раскрывающие разные стороны проблемы. Во-первых, Давид выдвигает обвинения против нечестивого мира. Это первый стих. Он утверждает, что мир, в котором он живет, пропитан грехом. Что Господь с небес взирает на сырном человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Во-вторых, Давид приводит доказательства о виновности этого мира, утверждая, что все склонились, все вместе негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Он утверждает, что человеческое сердце по своей природе склонно к греху. Что все гроб, как открытая пасть их. В-третьих, Давид обращается к грешникам с серьезным увещеванием, особенно к своим преследователям. Это стихи с 4 по 6. Он спрашивает, разве не узнают они, все делающие беззаконие, которые пожирают народ мой, как хлеб. Он подчеркивает, кроме того, что Бог видит их злодеяния и осудит их за их поступки. В-четвертых, Давид обращается к Богу в молитве о спасении Израиля и о радостном ожидании его. Псалом 13, стих 7. Он просит Бога избавить меня от людей злобных, от людей беззаконных. В Псалме 13 мы увидим не только гнев и боль Давида, но и его глубокую веру в Божьи правосудие. Вера Давида в спасение. Он, вдобавок, не теряет надежды на спасение и верит, что Господь с праведными. Псалом 13, несмотря на свою древность, остается невероятно актуальным для современного человека. Вдобавок, он позволяет нам задуматься о собственной греховности и о потребности в Божьей помощи. Он напоминает нам, что даже в самые мрачные времена мы можем найти утешение в Божьей любви и надежду на Его спасение. Бороться за добро и не поддаваться соблазнам. Кто оказался в плену безумия нечестивцев. Избранные не боятся стоять на защите истины. Они готовы пожертвовать своими жизнями ради блага других. И именно благодаря им мир не погружается в полное безумие, а находит спасение и избавление от зла. Пусть их пример вдохновляет нас, всех, бороться за добро и не поддаваться соблазнам безумия нечестивцев. Вместе мы можем преодолеть любые трудности и принести мир и справедливость в этот безумный мир. Если вам понравилась запись или вы получили слово «Откровение от Духа Святого», конечно, поставьте лайк. Когда вы ставите лайк «Мне нравится» или делитесь «Рассказать друзьям», в результате вы помогаете служению спасения и распространению Божьего Слова. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.